Еще раз всем шалом! Сегодня вернемся буквально на минут 10-15. Мультик длится около восьми минут, очень интересный мультик на тему Курима. Хотелось вместе с вами посмотреть, чтобы вам было интересно посмотреть, как можно переживать Курим. Я думаю, все вы праздновали, думаю, уши Амана все кушали. Мамы, наверное, пекли уши Амана и разные другие вкусности. Наверное, многие из вас тоже, если не все, были на чтении свитка, трещотками, топали ногами, крутили трещотками. И, наверное, почти у всех были карнавальные костюмы. Я вам забыла дать домашнее задание, но ничего страшного. Думаю, это не последний Курим. Мы еще с вами будем вместе переживать. И вот я нашла такой мультик. В прошлый раз мы много мультиков смотрели. Нашла еще один. И немножко вернемся в эту серию Курима, который был на прошлой неделе. И потом поговорим о нашей недельной главе. Ну что, я сейчас включаю. Смотрим этот мультик и идем дальше. Эта серия вы можете сами найти. Называется «Тайная комната». Ну молодцы, что сняли именно эти мультики, которые можно смотреть и показывать детям. И я думаю, вам это понравится. Сейчас делюсь экраном. Немножко. Сейчас запускаем. Сейчас оно загрузится. Наверное, видите синий экран? Да. Сейчас он будет загрузиться, что немножко подвис. А пока давайте расскажите, кто из вас был в синагоге? Скажите. Наверное, все были, да? Все слушали чтение синий? Да? Все. Ну молодцы. Понравилось вам? Любите? Вот, когда читаете. Вот. Думаю, нравится. О, начинает загрузаться. Сейчас. Готовим. Что-то непонятное. Мне немножко в компьютер зависает. Потому что приходится его на ночь, к сожалению, прятать. Потому что, ну, могут быть обстрелы. А компьютер – это вещь необходимая для работы. Вот. И поэтому потом ему это немножко не нравится. И он потом болит. Все, поехали. Видно вам, да? Хорошо? Да. Молодцы. Ну, смотрим. Я вам еще покажу, еврейский народ. Попомните Амана. Убирайся, проклятый Аман. У-у-у. Если вы там в город, нам уже всем пора к саду. Сейчас, мам. Яша, стой. Подожди. Еще. Погоди, я сейчас. Дети, нам уже совсем-совсем пора выходить. Таня. Ее нигде нет. Как нет? Чем я буду шуметь во время чтения слитка СТ? Все, мы выходим. Моженочка. Таня, подними. Давай, как обычно. Ага. Ага. Тайная комната. Вемся. Найсерская. Ой, емом лицепленок. Эй, тайная комната. Где мой костюм, как у героя? Ага. Ой, я боюсь, что я на потолке Странно Но мы не падаем вниз Смотри Ну, конечно, испугался, как жил народный пудронок Я просто в образе Таня, что это? Ну, может, хватит уже? Ну, не смеемся, Ерша Это твои ботинки, если одеть правильные руки Что же утро такое? Все вверх тормашками Такого он Теперь сборки перепутали Я, кажется, поняла Это же поле Вот поэтому, как на темноту Шаги в метро, а полнота в полнота А далее в комнатах Наши костюмы Ну, как нам спуститься? А давайте тогда и мы поменяемте костюмы Может, тогда все перепутается обратно? Ну, и серьезно Раз, два, три Раз, два, три О, много еще Мой-то не дышим Мой-то не дышим Мой-то не дышим Мое платье Мой-то не дышим Мой-то не дышим Мой-то не дышим Там, 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 там. Там, 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 там. Там, 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 там Молодец, брат! Сестра! Наша трещотка наконец-то свободна! Леоман, поедите меня и завтра. Ну, вы отправились на мои поиски! Это так трогательно! Я в награду за это расскажу, почему так важно соблюдать заповеди Пурима. Мы празднуем Пурим в честь спасения еврея от истребления во время персидского царя Пахашвероша. С тех пор мы чтим заповеди Пурима. Первое – это чтение свинка Эстер, в котором рассказываются события тех времен и о том, как удалось нашему народу спастись. Важно всегда помнить, что мы одержали победу благодаря чуду Творца. Вторая и третья заповеди – это подарки друзьям и пожертвования бедным. Это очень важные поскольку, ведь забота ближних объединяет наш народ. И четвертая заповедь – праздничный веселый пир. Мы веселимся вместе, вспоминая чудесные события этого дня. Во время праздника мы летим в бирожки аминтаж, переодеваемся в карнавальный костюм, а во время чтения свинка Эстер, когда произносит имя злодея Амана, громко трещим трещотку. О, я костюме! Так, вы идете? Яша! Так, даже лучше. Пойдемте скорее, а то мы уже опаздываем. Ура! О, извините. как вам мультик понравился до хорошим можно и самим смотреть в свободном доступе и очень такие хорошо сделанные мультики раз какие такие какие нам надо потому что тоже нужно осторожно с тем что мы смотрим с тем что мы читаем потому что ну сейчас много такой неверной информации это тоже своего рода оружие нас пытаются хорошо ну а теперь возвращаемся к нашей недельной клади связи с тоже с праздником прим если кто-то захочет на из вас можете себе сделать свой свиток кто хочет кому-то нравится сделать себе свой собственный свиток можно поиграть чтобы на радость не покидала сложность ситуации нужно всегда радоваться потому что всевышний с нами да и чтобы с нами не происходило оно происходит по его воле да и для нашего блага нужно не забывать об этом и тогда любые препятствия перестают хорошо ну вы мне уже сказали да что недельная глава которую вчера читали синагоги это глава отца да как и все главы по первому слову да и первому слову на и третье то есть велицинам арона и снова продолжается тема жертвоприношения об этом рассказывает глава жертвоприношения естественно происходили в переносном храме на мышками он и открывает там очень большой список до разных-разных жертвоприношений вот это почему надо когда восстановится храм чтобы мы ориентина будем надеяться что ваше поколение увидит а если не увидит передадите следующее поколение и открывает это список приношение всесожжение видите называется ола ола и вот учение о всесожжение это самое самое важное жертвоприношение и как мы говорили никакой посредник не нужен то есть священники они просто выполняют техническую работу выполняли сейчас нет храма сейчас нет жертвоприношения из животных вот но даже когда мы собираемся в синагоге и в молимся молимся это помните сейчас это наше отношение помолиться 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 тоже нельзя молиться можно и с кем молиться вот те люди которые организовывают молитву они просто технически помогают то есть они такие же как мы немножко больше умеют немножко больше умеют немножко больше знают и раввин тоже он такой же как мы просто он больше знает чем мы поэтому должны тоже труд говорится еще очень важно что когда мы сейчас изучаем ношение как будто мы тоже сейчас что такое же это наш подарок мы как-то чека любим мы ждали подарок вот и таким образом мы показываем что мы тоже изучаем о том как надо сейчас то есть вроде оно кажется непонятно зачем оно нам а вот оказывается что то всевышнему это нравится когда мы это изучаем вот и не нужно говорить что это просто какие-то сравнения да мы действительно как бы вот сейчас наше время да наши глаза наши ушки да мы как будто тоже совершаем жертвоприношения по всевышним вот я сейчас расскажу хочу рассказать причем да историю об одном богаче который жил на большой вилле у которого было много-много слуг и вот эти вот слуги чистили его костюмы и шляпы наводили крест на его обувь и убирали комнаты повара трудились на кухне и официанты с большой пышностью подносили ему блюдо к столу так вот олигарх и нечего говорить о том что у маленького сына была особая няня педагог няня занималась его учениками и вот однажды богач должен был по делам бизнеса ехать за город попрощался он с женой и сыном и хотел подняться в каретку вдруг вырвался его сын от няни и закричал удивленно папа папа неужели ты поедешь один очень часто наши родители уезжают нас уставляют и папа чаще всего уезжает тоже хочется с ним поехать разумеется сынок ответил отец но в чем дело а слуги а повара а официанты как ты обойдешься без них улыбнулся богач страхом маленького сына протянул руку в карман и вытащил оттуда кошелек не беспокойся успокоил он сына за деньги которые я взял с собой в любом месте я найду роскошную гостиницу а в ней слух поваров и отличное обслуживание это конечно не то что дома но недостатка у меня не будет вот и когда мы жили на земле и на ней стоял храм то есть евреи ходили в храм и приносили эти жертвы для благоухания всевышнего и эти жертвы мы сделали для того чтобы в мир спускалась изобилие говорила что очень важно от этого не обеднешь от этого наоборот спускается изобилие потому что всевышний он тоже изобилие но он отдаёт и вот храм был тем местом мы помните читали как носили пол шейки приносили жертвы приносили золотые вещи и таким образом тоже всевышний за это благодарил вот мы когда обменяемся подарками мы ставим друг друга а человек нам в ответ что дарит вот так же и в отношениях всевышнего мы ему дарим даём ему своё время даём ему наше внимание а всевышний нам тоже потом даёт своё время своё внимание которое совершенно особым образом проявляется в материальном мире и оно может проявляться в виде изобилия что у нас всё есть у вас есть дом у вас есть что кушать у вас есть мир да только когда мы это всё теряем мы начинаем это ценить да так лучше это ценить будет да вот и вот сейчас храм разрушен мы изгнаны из нашей земли земли но не пуст наш стол вот и узелок с деньгами это то что мы приносим эти жертвы да это жертва наша молитва и сказал обрам святому владыка мира согрешит израиль и ты сделаешь им как поколению потопа и поколению разделения ответил ему нет сказал ему владыка мира положим так будет во времена существования храма а когда храма не будет что станет с ним сказал ему я уже приготовил им порядок жертвоприношения все время пока они будут читать его я буду засчитывать как будто они принесли жертвы и прощать им грехи и тот кто не использует это не занимается главой о жертвоприношениях похож на человека которому царь оказывает милость и выдает ему документы если он представит его в сокровищнице царства то получит за него несколько десятков тысяч салатов и динаров а он прячет этот документ в карман и не выкупает разве он не глуп пообещал нам что тому кто будет заниматься законами жертвоприношения будет засчитана ему как будто принес жертву а мы кладем это обещание в уголок и не используем его как будто у нас есть огромное богатство а мы его не используем и вот когда мы взрослые тоже читают в синагоге на тему жертвоприношения это не просто так это как будто приносится это жертвоприношение и вот детям тоже хорошо слушает может быть непонятно да но видите разобраться во всем этом тоже можно и нужно и очень тоже нужно это ну тогда в такой форме это принесли возможно когда восстановится храм тоже будет нечто похожее вот а сейчас мы молимся мы молимся можно молиться и разговаривать со Всевышним как с этим человеком и понять он слышит он слышит и он отключает да я думаю что все из вас молятся да я думаю что все молятся да все разговариваются с Всевышним а кто-то может рассказать когда вот был какой-то случай вы помолились и он вам ответил да у кого-то был такой опыт кто-то может мне рассказать не стесняйтесь не стесняйтесь я понимаю что это очень личное но не стесняйтесь если кто-то знает в этом не стесняйтесь ну если не хотите я не заставляю да по делаю пожелание вот ну я думаю да очень важно тоже бывает что что-то случайное вот вроде бы ааааа аааааа вот случайно случайно повезло да случайно там что-то пришло вот а вот случайно тоже не да случайно это тоже что Всевышний постарался. Ничего без его усилий, ничего без того, что в нашей жизни не происходит. И важно замечать это и благодарить Всевышнего. Благодарным тоже очень важно быть. Тут же, что дали, очень важно поблагодарить. Человеку может быть неприятно. Всевышнего тоже может быть неприятно, чтобы не благодарить за все дары, которые он нам дает. Идем дальше. И снова о дарах Всевышнего. И вот когда мы дарим кому-то какие-то подарки, я думаю, это всем нравится, да, получать подарки? Или кому-то не нравится получать подарки? Думаю. Да, да, ну я думаю, всем нравится. Да, 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 да. Молодец, молодец. Вот всем нравится, что очень нравится подарки, да. И очень многим нравится дарить подарки. Потому что это всегда приятно. И получать, и дарить это всегда приятно. Да, и таким образом мы сближаемся с другим человеком. Да, как-то дарим. Вот, ну и ни в коем случае не нужно думать, что пытаемся кого-то подсидеть, да, с помощью парламента. Вот, сидеть. Потому что это просто хорошо. Нам приятно. И это таким образом, с помощью дороги, Ну, это не обязательно гречи, это материально. Можно подарить человеку свое время, подарить человеку свое внимание, да. Подарить человеку поддержку на словах. И хорошее отношение тоже очень важно, да. Особенно, когда какая-то сложная, тяжелая ситуация, просто поинтересоваться, что с человеком, как у него, да. Совершенно не обязательно послать им диктор. Потому что человеку приятно. Потому что человек чувствует, что кто-то о нем думает, что они только заболтуются. Сначала речь, как бы, в этой главе идет о всех серьезных и высоких, да. В общем-то, не всегда понятно. Рассказывают разные-разные виды приношений, да. Которые пункт уделил приносительщик, да. Помним, что приношение называется порубонот, да. От слова коров близко. И становиться ближе, да. Это ему нужно. Ну подумайте, да. Нужны ли Всевышнего наши дороги? Раз он в чем-то нуждается? А зачем ему? Что? У Всевышнего есть все, да. Зачем ему что-то дарить, да. Он что, бедняк? У него там что-то нет, да. У него нет хлеба, да. У него нет мяса. Вот. Ну, понятно, что Всевышнему не нужны наши дороги, да. В его распоряжении весь мир и все, что его наполняет. Но Всевышний хочет ощутить близость к нему, человека, нашу любовь к нему, да. И то, что мы делаем, наше приношение служит этой цели, да. Передает чувство единения человека с сердцем, да. Вот. И сейчас, вот, я хочу такой рассказать вам рассказ о двух девочках. Вот. У очень многих у вас есть братья и сестры, да. Старшие, младшие. И бывает такая ситуация, что, ну, бывает по-разному, да, складываются отношения. Не всегда бывает хорошо, да. Ну, и, конечно, верю, что у вас всегда хорошее отношение, да, в семье, но бывает, особенно, где-то старшие ревнуют к младшим, да. Что кажется, что младшим больше внимания, чем старшим, больше ответственности. И вот эта история как раз рассказывает об этом, да, что происходило, да, что происходило в такой вот сне и как нашли выход из такой ситуации, да. Так, вот. Так. И это были две сестры, да, которые сблизились с самым неожиданным образом, да. Вот. Они не очень любили труд. Не очень хорошо, но такое иногда случается. Вот. И одна сестра вот не хотела, чтобы другая заходила в ее комнату, да. Она даже написала, у них хорошая фраза, берегись, здесь нет места родителя. Ее звали Венгельтую сестру. Это плакат в сеной комнате, да. Вот. И для Венгельтой у ее сестра Павла ничего не значило. Она не хотела, не желала иметь ничего общего. Вот. А сестра ее любила, бегала за ней под лета, но та нарочно не обращала на сестру никакого внимания. Когда даже они ехали в школу, да, Венгельтой не хотелось сидеть рядом. В столовой старшая сестра обедала за другим столом и всячески избегала бы там, где она была младшая. Но однажды старшая Венгельтой очень расстроилась. Мама сообщила ей, что она неожиданная ночь. Венгельтой сестра я уезжаю по делам. Так как твой папа будет очень занят и большую часть дня проведет на работе, мне нужна твоя помощь, да. Попросила мама помочь. Ну и, конечно, Венгельтой согласилась, да, и спросила, что ей нужно. И мама потом просила позаботиться о младшей сестре, да. Думаю, ваши мамы иногда вас просят, да, заботиться о младшей. У кого есть, конечно, это нормально, да, это нужно. И понятно, там чувства чувствами, а заботиться о младшем плате. Да, 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 видите, молодцы, да, вы молодцы. Ну, такое на всякий случай, вдруг что-то случится, да, чтобы вы знали, как спеть. Ох, конечно. Вот, и мама попросила, Венгельтой присмотреть за Павлом, да, за младшей сестренкой. И на ее попросила отвезти в школу, покормить, ну и там что-то еще. Ну и, конечно, ну, Венгельтой расстроена. Да, она абсолютно не хотела быть нянькой для младшей сестры. Стала просить маму, что нет, я не хочу, я не хочу это делать, да. Я сделаю все, что ты хочешь, но только другое. Я помою полы, я уберусь в доме, но не оставляй меня на всю неделю с моей младшей сестрой. Но мама была непреклонна. Я знаю, что тебе будет неплохо, да, очень жаль, Венгельтой, но у меня нет другого выбора. Ну, и, возможно, когда вы будете больше проводить вместе, вы сблизитесь, потому что мама понимала, что такая ситуация, она нехорошая, не должна быть. Но Ивангельтой забеспокоилась. Ой, она очень не хотела подбежаться с сестрой, да. Она хотела от нее быть подальше, да. Она постоянно бывает младше, постоянно пристают, там что-то хотят, мне надо заниматься, да, у старших какие-то свои дела, да. Гулять с подружками не можно. Да, да, нельзя гулять с подружками. Ну, зачем, младший, да, ну, пусть они там уже сами где-то, ну, чем они, говорит, лезут в мою жизнь, да. Вот. И тут, когда она об этом подумала, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, целую неделю захотится. Не, ну, она надувала губки, плакала, хлопала дверьми. Но мама оставалась на приколе. Мама покачала голову. Я знаю, да, очень жаль. Ну, хватит валяться, вставай и одевайся, да. Если ты сейчас же не поторопишься, то поздаешь нам в школьный автопис. И если рассчитываешь, то я тебя подожду, поведу в школу. А у меня есть много брата старших и одна сестричка старшая. Ну, они, думаю, заботятся о тебе, да, помогают маме о тебе заботиться. Да. Но, видите, всё хорошо, да. Тут всё хорошо. Думаю, что у вас такого нет. Ну, если вдруг там что-то возьмите, не знаю, каким образом можно решить. И, ну, что делать, да. Мама сказала, вроде, хотя это не нравилось очень, но послушаться маму она не могла. Она бросила одежду к сестре и пошла готовить ей завтрак. И всё время думала, зачем я на это согласилась, да, она готовила бутерброды, да. И была очень-очень недовольна. Ну, в конце концов, делала бутерброды, положила своей сестре, да, эти бутерброды. И они вышли вместе и сели на школьный автобус. Её последний момент чуть не уехала, ну. Вот. И тут она, как обычно, отсела от своей младшей сестры подальше, да. Ну, потом подумала, нет, а если вдруг с ней что-то случится, да, мама меня накажет. И она пересела поближе к сестре, чтобы увидеть, да, что с ней происходит. И опять приехала мы из школы, да, и хотела выйти снова в кисточную комнату, закрыться и запереться. Но потом подумала, нет, я всё-таки оставлю щёлочку, да, на всякий случай. Ну, потому что, ну, вдруг что-то с сестрой случится. Меня накажут, да, она стала бояться. Вот. И когда пришла ночь, да, Венди уложила младшую сестру Пауну спать, да. Но она от того, что она очень сильно боролась с собой, да, со своими нежеланием заниматься с сестрой, она очень сильно устала, да. Когда человек борется с собой, он очень сильно устал. Когда не борется с собой, то есть усталась не такой. Вот. И ей она уснула, но вдруг она услышала свой сон, засыпая, да, какие-то звуки, да, в которые расставались из спальни младшей сестры. Она вошла в комнату с сестрой и увидела, что так плачет. Ну, что с тобой случилось, спросила она. И младшая сестра сказала, я очень скучаю по маме, мне страшно оставаться одной. Ну, а Венди, как старше видела, ничего страшного не происходит, да. Она хотела успокоиться сестру, сказать, ну, не переживала, да, и уйти к себе. Но когда она взглянула, как на младшая сестра, на свою младшую сестру, увидела, как она плачет, ее сердце сжалось, да. Она осталась одна на большой кровати, такая маленькая, крошечная, да. И сердце Венди дрогнуло. Ну, и она вспомнила, как она была маленькая, и боялась, и не хотела тоже оставаться одна. И она сказала сестру, не бойся, не плачь, давай я прочту тебе красивую сказку, и уверена, тебе станет намного лучше. Паула улыбнулась с сестры, через несколько минут уже спала, как Ангел. И в эту ночь все перевернулось. Заботиться о Пауле оказалось было не так страшно, как ухтала голову. Она и сама не понимала, что с ней происходит. Ей хотелось заботиться о сестренке больше и больше. С каждым днем она будила Паулу по утрам мягче, заботливо готовила завтрак, а дверь ее комнаты раскрывалась все шире и шире. Ну, она по-прежнему не разговаривала с сестрой, но неприязнь ее сердца уходила. И она начала в ней видеть свою маленькую сестренку, а не маленького брегителя. И теперь по утрам, покормив с сестрой теплой кашей, Рэнди участливо провожала ее в автобусах. Во пути в школу они мило беседовали с руками, как настоящие сестры. И она уже не сторонилась ни в автобусе, ни в школе, а не стеснялась сидеть с ней рядом. И это все заметили, это всем нравилось. И так прошла неделя. Мама вернулась, она открыла калитку и обреченно остахнула. Все, дом стоит на месте. Вошла в прихожую и услышала, как две ее дочери смеялись и играли. И уже не было этого противного плаката. И радостно они вдвоем вышли и приветствовали маму. Мама очень удивилась. Она не думала, что так быстро произойдут такие изменения. И Рэнди стала благодарить маму, что она дала ей возможность сблизиться со своей младшей сестрой. И вот точно так же выглядят наши отношения со Всевышним. Когда мы даем Всевышнему свое время, посвящаем учебе, посвящаем свое время молитвы, мы тоже сближаемся. И это действительно большая польза. Прежде всего для нас. А сейчас я хочу вам задать вопросы, чтобы мы с вами поговорили. И как вы поняли из этого рассказа, что вот эта девочка в Рэнди, в этой ситуации, открыла для себя? Что она получила для себя? Кто мне может сказать? Все ответы правильные. Не бойтесь. Все ответы правильные. Двоек никому ставить не будет. Это то, что думает. Может, кому-то что-то понравилось. Например, с моей стороны я подумала, что если переубедить тебя, то что как-то думала и подумать по-другому и приближиться к сестре, например, то все станет лучше и это не будет так, как ты думала. Конечно. Иногда у нас какие-то свои шаблоны. Ой, как говорится, у страха глаза. Ой, ужас, ужас, да как, да я вот, я очень гордыня. Как же я вообще себя перестану. А оказывается, что, во-первых, нет ничего страшного. Мы совершенно не так, как мы себе напредставляли. Да, и все чудесно, и все прекрасно, и не так страшно, да. И это тоже для нас урок, да, чтобы мы не подходили с какими-то своими, да, шаблонами, не подходили с какими-то... Потому что даже если бы у нее не было сестры, она бы ушла где-то на неделю, она бы все равно была еще хуже, потому что она бы была одна, ей ничего делать. А так она готовила с сестрой еду, играла с ней, ухаживала за ней. Да, ну потому что, конечно, ужасно, да, одному быть и ни с кем не общаться. Вот, это, я считаю, это вообще самое страшное, что может быть в жизни, да. Есть люди, которые любят... Одиночество. Одиночество, да, но все равно мы не созданы для одиночества. Это для нас ненормальное состояние для человека, да. И вот, и, прежде всего, мы вообще никогда не одиноки, потому что, когда нет других людей, с нами всегда Всевышний, да, нет никакого одиночества, сколько процентов, вот. И как бы человек ни стремился быть сам независим от всех, он все равно, мы все зависим от Всевышнего, да. Вот, и Всевышний так создал, что нам нужны тоже другие люди, да. Мы не можем жить без других людей, без их помощи, без общения, без поддержки других людей. Мы так созданы, это нормально, да. И поэтому нам так хорошо, когда мы вместе друг с другом, да, можем общаться, можем помогать друг другу. Не обязательно, как говорится, забрасывать друг другу миллионами долларов, да, и подарками. Обычное внимание, оно ничего не... Любовь, дружба. Дружба, любовь, это самое важное, это самое ценное, да. Я не говорю о том, что, как бы, ну, не надо работать, не надо зарабатывать, да, это тоже необходимо, да. Но нужно понять, что на первом месте, да. На первом месте, действительно, наша любовь, наше сердце подпишем другим людям. Даже когда вот... Да-да, как говорится. Вот, например, из-за того, потому что, например, что вы рассказывали там историю, что очень был богатый папа, и у него был сын. Но я что-то примерно, что-то другое поменяю, что, например, папа уехал из-за того, что он всегда зарабатывает, нет времени посидеть с ребёнком, любви, дружбы, например, ребёнок сказал, а меня, а со мной немножечко хотя бы обнять, вот, вот. А он протягивает ему деньги. А он такой уж, что мне не нужны деньги, мне нужна твоя любовь. И потом нужно задуматься, что серьёзно, нужна детям любовь, чем деньги. Конечно, это любовь намного ценнее, чем деньги. И когда мы, когда у нас недостаток любви, иногда люди пытаются откупиться, да, пытаются откупиться, вот, но всё равно это чувствуется, что эти деньги, это как подачка. Бумажки. Бумажки, не бумажки, представляют, как подачку, да. Вот, и это ни в коем случае не говорится о том, что не надо зарабатывать, эти деньги, это плохо, да. Ну, это тоже, как бы, все материальные дары нам тоже даются, да, и не нужно думать, что это плохо, это хорошо, наоборот, да. Но опять же нужно помнить, что на первом месте, да, что на первом месте, что важнее, что ценнее, да, и не забывать за материальными дарами, за погоней за каким-то материальным, да, о том, что важнее всего вот это духовное, да, важнее отношение, важнее любовь. Вот, и вот мы сейчас видим, из-за того, что человек гонится за какими-то своими иллюзиями, происходят войны, да. Вот этот, не будем говорить, кто себе придумал, да, что он такой герой, да, что он спасает всех, вот он, я хочу территорию, да, это тоже жадность, да, Михаил, жадность, да. И что, и это, и какую беду это у нас, да, люди, вот это вот. И поэтому важно, когда мы изучаем, да, урок, у нас, как бы, скажем так, грубо говоря, мозги стремятся на место, да, и мы понимаем, что важно, а что не важно в нашей жизни. Чтобы не допускать ошибок, чтобы не делать беду себе и другим, да, это может быть, в нашей встрече не очень важно, да, пусть кажется, мы такие какие-то скучные вещи, очень непонятные, да, но оказывается, смысл огромный, да, всего этого есть, да. И поэтому мы не просто, там читаем, что они пошли, да, в деле что-то понесли, да, что-то, вот зачем вообще, да, а оказывается, вот видите, да, вот таким образом, вот есть в Торе скрытый смысл. Вообще в Торе есть 77 смыслов, которые, и можно вот как вот эти вот смыслы себе, как вот шелок у лука, да, снимаем и смотрим, снимаем и смотрим. Что-то интересное такое, надо плакать не приходится, да, любая, приходится только радуемся, когда мы наслаждаемся этими смыслами, да, вот так вот. А это что? Так, ну идем дальше, это еще не вся наша глава. Так, и вот таким образом. И вот я еще хотела задать вопрос. А вот подумайте, когда мы отдаем, да, каким образом мы приближаемся к Всевышнему, да? Жертвами. Жертвами, да. И дело, что тут, во время там Иисус, нет, у нас нет посредника, да, в едуизмах посредниками. То есть в едуизме немножко все немножко обсложнее, да. Да, если в христианстве скажут, а вот там Иисус уже принес жертву совершенную, да, и нам вот только надо это признать. Вот это очень легко, скажем так, очень легко, да. А вот от нас, как бы мы уже, как бы классом лучше, да, у нас задание послужнение уже идет. Мы должны сами, без всяких там посредников, без всякого помощи, сами принести свою жертву, да, свою жертву, жертву своего времени, жертву своей учебы, жертву своих усилий, да. Да, мы, конечно, мы понимаем, наша душа чиста, она соединена со Всевышним, и тогда мы делаем добро нам хорошо, да. Но есть и церара, которые нам мешают добро делать, да, и нас сбивают с толку. И вот тут надо нам очень, независимо от нашего возраста, у нас вполне есть силы, да, делать добро. И те за Всевышним, да, делать то, что хочет Всевышний. И тоже таким образом приносить вот это жертву Всесожжения. Это как бы наша жизнь. Можно давать с толку, это тоже жертву. Да, и с толку нужно давать, да. Ну, с толку тоже по-разному можно давать с толку, понятно, что как бы считается, что дается деньгами, да. Иногда какие-то вам дают родители монетки там на шоколадке, да, на жвачке. Иногда можно, ну, не съесть шоколадку, жвачку, да, и дать с этих монеток с толку. Это тоже жертву, потому что вы делаете то, что вам не совсем хочется, да. Вот так вот, молодец, да, молодец. Видите, уже знаете, как себя вести и как можно сделать тоже эту жертву. Ну, это раньше, это когда был храм, резали животных, но сейчас немножко другой формы. Так, хорошо. И было еще так, когда был такой обычай, когда человек избивал какой-то серьезной опасности, да, какой-то серьезных проблем. Вот, сейчас мы радуемся, когда вот нас освободят, да, будет, и мы устроим пир тоже радостно. Это тоже будет своего рода благодарственная жертва за то, что все будет хорошо, вот. И как бы мы избежали большой опасности, да. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Но Всевышний все равно нас со всем этим смотрит, да. И вот раньше давали, например, это жертва, когда кто-то переплывал в море без вето для себя. Ну, сейчас мы на кораблях в основном не плаваем, плаваем, только плаваем на катерах ради удовольствия, да. А раньше люди переплывали в море, месяцами плыли, и это было очень опасно для жизни. Ну, сейчас сложно, потому что везде навигация, везде, как говорится, связь есть, если что, всегда легко найти и спасти, да. Ну, все равно как бы опасно, да. Так, и когда человек, например, арестован. Вот сейчас, например, я просто делаю арестованную. Не могу никуда по собственной воле, никуда и выйти, да. Ну, вот такая, тоже, я дарю, не обязательно в том виде, в каком-то классическом. Мы можем быть арестованы совершенно в другом виде, да, когда мы не можем, говорится, свободно перемещаться. Да, тоже, сэр, выражаясь. Вот так вот. Вот, вот, и, то есть, всегда, когда мы чувствуем какую-то опасность, да, всегда подумаем, надо поблагодарить Всевышнего, когда мы избежали этой опасности, да. Когда, например, чувствуете, что плохо подготовились и получите двойку, а двойку не получили, да, то тоже Всевышний позаботится, да, тоже нужно поблагодарить. Вот, ну, когда стоял храм прекрасный, все шли в храм, да, и приносили эти жертвы. Вот, и вот Всевышнему это приятен, приятные такие жертвы и благодарности, да. Я вам хочу еще одну сказку сегодня сказать, сказку про царя. Жил-был и великий царь, который властвовал над многими странами. Однажды он устроил большой пир и пригласил на него всех министров, слуг и рабов, которые находились в его дворце. Наевшись и напившись, стали все приглашенные один за другим приносить подарки. Первым подошел главный министр с огромным подарком в блестящей коробке с лентами и цветами. Он низко склонился перед царем и произнес, Ваше Величество, вот мой подарок любимому царю. Доживет великий царь вечно. За ним подошли все остальные министры, каждый со своим подарком и в прекрасных коробках. Царь сидел на троне в драгоценных одеждах из золотой короны, украшенной жемчугом и бриллиантами. И корона была у него на голове. Он внимательно обыслушивал каждого из горящих. Вот после министров подошли слуги, садовники, повара, уборщики. Все один за другим несли красивые подарки. Царь был доволен подарками и видом своих слуг, почтивших его в этот радостный день. Вдруг, когда все уже прошли перед царем, раздался громкий стойк у дверей дворца. Все притихли. «Ступайте», — сказал царь, — «посмотрите, кто там стучит». Слуги побежали исполнить приказ и вскоре вернулись со словами. «Ваше Величество, чужой незнакомый нам человек просит разрешения войти к царю. Пустите его», — подумав, решил царь. В тронную залу вошел человек в простых одеждах и с маленьким свертком в руках. Он низко склонился перед царем и, запинаясь от смущения, сказал, «Я только хотел бы подарить дорогому царю свой подарок». Все молча смотрели на пришедшего. Царь ласково посмотрел на простых прав и громко провозгласил, «Мне нравится этот подарок, посадите этого человека рядом со мной и дайте ему лучшие блюда и дорогое вино». Почему царь оказал этому простому человеку такой почет? Дело в том, что царь знал, каждый из его министров и слуг, принося свой богатый дар, надеялся на ответную милость царя. Просто так было, да? Одному хотелось получить награду, другому — более важный пост, третий хотел прощения за совершенную нехороший поступок, но четвертый — прибавьте к жалованию. Но чужой человек, которого никто никогда прежде не знал и не видел во дворце, ничего не ждал от царя. Он принес свой скромный дар просто так, из любви к царю. И это та бескорыстная любовь, которая была приятна самому царю. И вот смысл этой сказки в том, что это благодарственный дар, карбан, называется «Дурак в глазах царя-царей Всевышнего», потому что все остальные карбанов приносятся ради какой-нибудь выгоды, чтобы получить прощение за грех, или ради богатого урожая. Но благодарственный карбан приносится без всякой надежды на выгоды. Потому что все зависит от суда всего, что он так решит, так и будет. И его нельзя подкупить Всевышнего своими дарами. Только если мы от чистого сердца и благодарность, только это может избавить от опасности в прошлом и в будущем. Потому что оказываем честь и уважение Всевышнего. И сейчас мы можем просто молиться, разговаривать с нашим невестным папой, рассказывать о своих проблемах и благодарить его за все, что происходит в нашей жизни. Иногда можно устроить трапезу, но это больше обязанность. У вас есть обязанность хорошо кушать, потому что это важно для того, чтобы выросли крепкими, здоровыми и могли вести полноценную, хорошую жизнь, чтобы вы не болели. Не объедаться, но стараться кушать хорошую пищу, правильную, а не только полушоколадками и с чипсами, вырасти красивыми и здоровыми. Вот так важны эти все жертвоприношения. Ну все, я думаю, уже все проснулись. Может быть, что-то вы хотите рассказать мне на тему бежать? Что-то интересное с нами, да? Или, может быть, на тему праздника Пурин, который что-то может быть интересное у вас произошло. Как там? Ну, если ничего не было, ничего рассказывать так. И тогда потихонечку заканчивать. Сейчас я вам дам мультик на тему главы ЦАФ, да, повторим, о чем там было. Мультик такой коротенький будет. Ну и на этом мы закончим. Надеюсь, что вам тоже интересно все это. Так, сейчас запускаем тоже и поделюсь с вами экраном. Так, если кому-то что-то интересно спросите, или кто-то что-то не понял, да, то уже есть еще у нас время, и можете спросить. Какое будет домашнее задание? А, домашнее задание, как я вам говорила, будет связано с книгой, с праздником Пурин, да? Можете себе сделать свиток вот этой книги Эстер, Нагилан Эстер, да, себе. Интересно вам будет такое сделать? Да, я думаю, ну, как можете. Понятно, что это не будет очень-очень настоящий свиток, да? Кто-то вырастет, вырастет, станет ЦАФЕРом, да, потом. Ну, пока можно просто поиграть. Да, Расцветлана Вишневская, можно я в конце этого урока, когда все отключатся, я вам что-то расскажу. Так, можете сейчас рассказать, потому что уже конец. Осталось уже 4 минуты, да? Ну, я хочу что-то рассказать, но это не про праздник Пурин и не про ЦАФД. Да, пожалуйста, пожалуйста, все, что угодно. Это я хочу в конце рассказать. Ну, у нас уже конец, можно рассказать. Ну, потом я хочу. Я хочу потом, когда все отключатся, я вам это рассказать. А, это лично мне. Ага, поняла. Думаю, может быть, всем хотелось что-то рассказать, поделиться, да? Хорошо, хорошо. Если лично для меня, тогда так сделаем, да? Так, а как же... Потому что если я отключаю, я отключаю сразу вас всех, да? Ну, потом просто тогда перезайдем, да? Перезайдем в твоем, да? Посекретничать, да. Так, ну, тут у меня... Сейчас, минуточку... О, все. Попробую. Сейчас, думаю, все в порядке. Запущу вам мультик на тему главы ЦАП. Так. Окей. Сейчас. Повторим то, о чем мы говорим. Ну, секундочку, как-то ждет. Немножко у меня болеет. Виденький. Из-за того, что постоянно прячется от обстрелов. На вот такие вот проблемы. Так. Так. О, все запускается. Окей. Плюс с вами. Сейчас, минуточку. Так. Так, 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 так. Ну, у вас, думаю, все спокойно, да? Никаких проблем нет. И, думаю, никаких проблем и не должно быть, да? Так. Сейчас. О, все. Сейчас вы должны видеть голубой экран. Видите его? Нет. Еще нет, да? А что вы сейчас видите? Я вижу, запустил демонстрацию экрана. Брид Ол. Да, 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 да. Да, что-то немножко подвисает. Сейчас, 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 сейчас. Так, минутка. Да, у меня Viber открывается. Не, что-то... Сейчас еще раз попробую, да? Да. За первым... Хорошо. Первым разом что-то не получилось, да? Сейчас. Бывает такое. Техника есть техника, да? Сейчас, нет. Сейчас, минуточку. Так. Просто не захотела на открывать этот ролик. Сейчас, вторая покупка. Ну-ка. Хорошо. Я думаю, вот. Вроде-то опускается проще. О, все, пошло. Давайте. Голубой экран виден сейчас, да, у вас? Да. Вот, сейчас посмотрим мультик. Зависит. О, должно запуститься было, да? Черный сейчас экран, да? Он грузится. Да. 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 Отлично. Прекрасно. Сейчас он загрузится. Вот. Недельная глава Торы, ЦАВ. В части от жертвы всесожжения, можно было сжигать на окне жертвенника до утра. Недельная глава Тора. Недельная глава Тора. Да, это ничего не видно, да? Что с ним делать? О, пошло, да? Кто должен его убирать? Видно сейчас? Да. Уборку никак не должен делать тот, кто занимает важную должность. А вот Тора считает по-другому. Снимать залу с жертвенника и выносить ее в чистое место в Нистана – работа очень важная и ответственная. Поэтому выполнять ее должны коины. Прежде чем подойти к жертвеннику, коин должен был окунуться в миг, надеть особую одежду, соответствующую этой священной работе, омыть руки и ноги из умывальника, стоявшего во дворе храма. Чтобы узнать, кто удостоится выполнить эту заповедь, коины заранее проводили жеребьевку. Тот, кто удостаивался этой почетной обязанности, снимал залу с жертвенника, собирал ее в особый совок и клал возле помоста, по которому поднимались к жертвеннику и спускались с него. Сказано в Торе, постоянный огонь пусть горит на жертвеннике и никогда не угаснет. Этот огонь горел всегда, и его не разрешалось тушить. Из этого мы выносим урок, что в сердце еврея не должен гаснуть огонь и ко Всевышнему, и к своему народу. Освящение Мешкана длилось семь дней. Всевышний велел Маше призвать Аарона с сыновьями и обучить их облачению в одежды и принесению жертв. Маше призвал Аарона с сыновьями и служил в Мешкане, как Коэн-Гадоль, все семь дней освящения. Аарон и сыновья учились. А теперь... Ой, подвесел. Вопросы вы ведь внимательно слушали. Перед выполнением какой заповеди проводили жеребьевку? Уборка. Какой огонь запрещено тушить? Постоянный. Да. За который горел на жертву. А. Уборка. Чему обучал Маше Аарона с сыновьями? Как нужно служить в храме? Да, да, можно сказать. Видите, у нас так. Вот, на расходе. Хорошо, да, закончили. Так. О, видите, прекрасно. Повторили, да? И можем уже потихонечку заканчивать. Если нет у вас вопросов, да, мы по времени уже закончили нашу встречу. Вот. Молодцы, что приходите. Молодцы, что пришли. Приглашайте тоже других. Потому что у нас у меня чуть поменьше, чем обычно, да. Ну, это, ну, это, ну, кто может, да, кто не может. Ну, все-таки старайтесь все-таки приглашать. Спасибо за урок. Пожалуйста. Вот, молодцы, да. Очень благодарны. Благодарить. Я тоже вам. Спасибо вам за этот прекрасный урок. Спасибо огромное вам тоже, что могу быть вам полезной. Я очень рада. Тоже, да, нас сближает. Вот, молодцы. Все. До свидания. До свидания всем. А мы, Истер, я тогда сейчас выйду, зайду еще раз и жду тебя, да. Ты что-то мне хочешь сказать, да. Все, давай. Так, все. Пока. Пока. Пока.